Либо-либо Спасибо, что вы с нами. Либо-либо – это студия подкастов, и у большей части наших эпизодов нет видео. Но мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о нас, поэтому решили все равно публиковать выпуски на Ютубе. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, подпишитесь на наш Ютуб-канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо. Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст Сабес, студия Либо-либо. Здесь мы говорим о том, как искать работу за рубежом. Партнер этого сезона – компания Авито. Мы продолжаем наш сезон МОК-интервью, в котором разные профессионалы пытаются пройти тренировочные собеседования международной компании, а в конце получают честный фидбэк от рекрутера и меня. Это пятый эпизод нашего сезона, и сегодня вы услышите, как кандидатка прошла интервью, и рекрутер готов двигать ее на следующий этап. У меня получалось так, что интервью я проходила одновременно и очень много, и очень мало, потому что я работала 10 лет на фрилансе, и это интервью буквально каждые две недели с новым клиентом ты себя продаешь. То есть я умею это делать достаточно хорошо. Но в то же самое время в компании я попадала чаще всего случайным образом. Допустим, в Сбер я устроилась, потому что делала сначала на них фриланс-проект, и меня просто пригласили. Это Вероника. Она UX-дизайнер. И вот два факта, которые вам нужно про нее понимать. Во-первых, она уже переехала в Болгарию и уже сама нашла там работу по BlueCard. А во-вторых, Вероника работает над сложными продуктами. В частности, проектирует интерфейсы контрольных панелей для серверов. И сюда я попала как раз, проходя первый раз в жизни, настоящее интервью в пять этапов. Вау, это ты про Болгарию говоришь, да, вот где ты сейчас работаешь? Да. А почему уходишь? Ну, почему готова менять работу сейчас? Тут я хочу спросить, вот насколько у нас вымышленное же интервью, то есть это не реальность. И прямо сейчас я с работы уходить не готова. Скорее всего, я такой разговор вела бы через пару лет. Офигеть, как ты начала готовиться. Да подожди, я вдруг поняла, что ты начинала готовиться прямо за два года. Обалдеть. Это очень круто. Ага, приплюсуем тебе плюс полтора года или там два. И тогда я предупрежу про это нашего интервьюера. Ты знаешь, мне кажется, что наш кейс вот с вакансией, он созвездочкой для тебя будет. Мы моделируем ситуацию, но она вполне реальная, когда вакансия к тебе прилетает от рекрутингового агентства. И вакансия под NDA. Окей, и ты, получается, попадаешь в ситуацию очень, давай прямо скажем, это не дискомфортная ситуация. То есть ты с черным ящиком работаешь. А теперь пару слов о вакансии. Следите за руками, потому что схема сложная. Смотрите, вакансия в Дубай, но она в аутсорс-компании. То есть выполнять задачи нужно будет для большого клиента в Саудовской Аравии, а оформляться при этом в аутсорс. И есть еще третий слой этого тортика – рекрутинговое агентство, которое ищет подходящего кандидата. То есть это тот самый кейс, когда на этапе первого интервью кандидат может вообще ничего не узнать о том, что же хочет от него будущий заказчик, будущий руководитель. Да, так тоже бывает. Именно поэтому мы взяли такой кейс, потому что бывает такое, что ты приходишь на собеседование, и рекрутер мало что может тебе объяснить о том, как будет устроена работа. Тут самый главный навык кандидата – принять реальность, какая она есть. Не ожидать, что все будет сразу понятно, и понимать, что, скорее всего, по мере продвижения собеседования и будут открываться новые какие-то вводные провокансии. Как будет оценивать интервьюер, рекрутер? Так как он тоже находится в ситуации немножко черного ящика, понятное дело, ему нужно много мяса. Например, мне супер нравится фреймворк STAR, по которому можно готовить ответы. Не знаю, знаешь ли ты про этот фреймворк, пробовал ли ты так отвечать и вообще готовиться в ответы по кейсам. Напомни, пожалуйста. S – это situation, то есть вообще контекст, то есть с чего все началось. T – task. Была такая задача. То есть вот была ситуация, я была одна, и проект был с нуля. Задача была – там, проудировать, потом сделать прототип, ртт. Action. Сделала я раз, два, три, четыре, пять. R – results. Получился, вот так была задача, то есть связанная история с тем, чтобы был понятен контекст. Задача – твой вклад, и как результат связан с задачей. Ну, понятно. Интервьюер мне сказал, что ему важно поговорить про то… Он, скорее всего, будет спрашивать, почему ты, например, принимала решение покинуть ту или иную компанию, почему ты принимала решение как раз прийти в ту или иную компанию. Он будет исследовать твою мотивацию в этом смысле. И могу предположить, что он задаст тебе вопросы про факапы. Здесь очень важно, когда ты будешь придумывать пример, а лучше парочку, придумай кейсы, ну, и сделай такой ракурс, чтобы самой сути проблемы не было твоей core профессиональности. Ну, например, там сделала херовый UI, и из-за этого, значит, похирила себя проект, и пришлось определить, не надо так. Можно что-то рядом, то, что не аффектит тебя как профессионала в глазах интервьюера. Вот, и что еще? Ну, и, конечно, он поспрашивает тебя, ему будет важно понимать масштаб тех задач, которые ты делал. Поэтому вот, когда будешь приводить примеры сильных кейсов своих, приводи примеры с цифрами, приводи примеры сильные, большие, крупные. И когда ты говоришь, это был сложный проект, потому что, ну, то есть объясняй. Мне, наверное, сложнее всего. Ты говорила про факапы вопросов, это сложный для меня вопрос, я прямо подумаю. Если хочешь, мы прямо сейчас можем помоделировать. Ну, то есть ты можешь понакидывать, и мы подумаем, что это может быть. Ну, вот, я вспоминаю кейс, когда я только сюда устроилась, мне дали маленькую задачу, там, сделать небольшую часть интерфейса, где человек подключает свой сервер. Ему нужно скопировать там сложный код, вставить себе в терминал и запустить, и вот сервер подключается. И для меня это была сложная задача, потому что я вообще впервые в компании, я только прошла онбординг, я еще не разобралась в технических деталях. Есть 20 разработчиков, которые сидят на митинги и рассказывают, как все это должно происходить. И еще там пара продукт-менеджеров, которые у нас работают. И вот я считаю своим факапом, что я нарисовала интерфейс, как они хотят. То есть я прямо учла все пожелания разработчиков и нарисовала этот интерфейс. Конечно, когда я стала его тестировать, он не работал, потому что разработчики хотели, допустим, вставить таймер. 60 минут отсчитывается до смены вот этого кода, который нужно копировать. Это требование там security team, чтобы все было безопасно. Пользователи смотрели на это и думали, мне нужно ждать час, пока мой сервер подключится. Хотя это не так. Ну и, соответственно, я это на тестирование обнаружила и сказала уже, нет, ребят, я буду делать так, как я хочу, и переделала. То есть, если переформулирую, значит, была ситуация, ты пришла в компанию. Вот компания там, видимо, была срочно, давайте срочно делать. Значит, тебе объяснили. Ты как бы повелась и скипнула важный этап. Не скипнула. Скорее, не настояла на своем, скажем так. Не настояла на своем. Незнакомые люди, новая компания, и я не смогла стукнуть кулаком. Да, испугалась стукнуть кулаком, да, еще не наработала репутацию. Хорошо тоже там формулировки, да. И получилась вот такая история, которая не сработала. Хороший пример, который ты сейчас привела. Тогда я сделала. Что ты сделала? Ну, я провела тест, увидела, что результаты плохие. Показала продукт-менеджерам, сказала, ребят, смотрите, результаты плохие. И надо переделывать. Переделывать надо так и так. Потому что у меня есть интервью с пользователями, которые конкретно говорили, что я жду, что сервер подключится через 60 минут. Ну, и мы это исправили во второй трассе. То есть просто объяснила, показала данные, объяснила, почему так, и что нужно переделать. Класс. А интервью Вероники с рекрутером Олегом Спрадзе вы услышите после нашей партнерской рубрики. А теперь время для рубрики, которую мы в этом сезоне делаем вместе с Авито. Мы просим нанимающих менеджеров рассказывать, а какие вопросы они любят задавать на собеседование, и как вообще проверяют кандидатов. И рассказывает сейчас Саша Вагичева. Она руководит группой продуктового дизайна Вавита товара. У меня есть любимые вопросы, которые я стараюсь обязательно задать на собеседование с соискателем. И, наверное, самый-самый мой любимый вопрос — это почему ты ушёл с предыдущего места. Очень часто это может быть довольно болезненной темой. К сожалению, мы не всегда уходим из компании, потому что у нас там вообще всё прекрасно. Мы выросли и просто поняли, что готовы идти дальше друг без друга. Там зачастую есть какие-то проблемы, и вот то, как о них будет говорить человек, какие слова выбирать, какие интонации даже, мне всегда очень интересно послушать. Это круто показывает, что мотивирует человека. Когда я думаю о том, что является красным флагом для меня, ну какая-то откровенная агрессия в адрес предыдущей команды или проекта. Всё-таки я стараюсь искать в команду людей, которые способны это прорабатывать и которые способны сказать, что да, это был неудачный опыт или мы не смогли найти компромисс и правильное решение. Но человек не будет выносить такой откровенный негатив, ругаться на предыдущую команду, на предыдущий продукт, обесценивать то, что вместе делалось. Вот для меня это важно. Кстати, 90% продакт-дизайнеров активно пользуются АИ-инструментами в своей работе. В тройке наиболее популярных – Чат-GPT, Меджорни и Рекрафт. И это статистика из свежего исследования Авито и Девкрауд. Оно опубликовано в телекрам-канале Авито-Лайф. Вы тоже можете его там найти и почитать. А ещё в Авито-Лайф рассказывают о жизни сотрудников, делятся новостями компании и даже раскрывают инсайды. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Вероника и Олег начинают интервью, а я буду за ними подслушивать и подсвечивать важные моменты, как обычно. Добрый день, Вероника. Меня зовут Олег Спрадзе. Сегодня мы пообщаемся по позиции UI и UX-дизайнер. И давайте начнём с вас. Расскажите, пожалуйста, про себя. Какое-то такое овервью, чтобы мы могли начать. Добрый день, Олег. Очень приятно познакомиться. Я, наверное, начну рассказывать про свой профессиональный опыт. Я работаю в сфере UX, UI уже 15 лет, довольно много. И вот последние 8 лет работаю в найме. До этого я работала фрилансом и начинала с этого. И, наверное, я начну с этого, потому что я работала очень много с малым бизнесом и с небольшими стартапами, для которых помогала делать практически всё. В том числе и как графический дизайнер, делала логотипы, помогала им даже такие маленькие небольшие маркетинговые стратегии. Я отучилась на интернет-маркетолога. И вот как фрилансер у меня был очень разнообразный опыт, в том числе даже, я не знаю, монтирование видео, помимо интерфейсов. Ну и кроме того, конечно, проектирование лендингов, сайтов, визиток, с этого я начинала. Потом мне стало интереснее пойти поработать уже конкретным продуктом с одним. И где-то 5 лет я работала в Сбербанке на различные продукты. Сначала это был продукт для поиска партнёров. Наверное, сразу хочется сказать, я бы вначале уточнила, насколько подробно мне стоит рассказывать про себя. То есть 2-3 минуты или с углублением, как вы хотите. И вот какое-то время назад я решила попробовать себя в международной компании. У неё есть некоторое количество продуктов, около 10, которые помогают работать с серверами. По сути, это программное обеспечение, но в веб-интерфейсах. То есть это более сложный UX-UI, в котором я много занимаюсь исследованиями. Да, прям хочется, хочется, чтобы у неё всё получилось. Да, у вас очень большой опыт, на самом деле очень интересный. И я так понимаю, что в больших компаниях вы работали до последнего места работы. Последнее место – это не очень большая компания. Почему решили уйти из Сбера? Потому что Сбер, в общем-то, бренд. И перейти, мне кажется, в менее известную компанию. В чём была ваша мотивация в тот момент? Это на самом деле крупная компания. Просто она специфическая, потому что она работает с хостерами и разработчиками. То есть, возможно, вы о ней меньше знаете. Но на самом деле 6% интернета работает на продуктах этой компании. У нас головной офис в США, и много офисов разбросаны по всей Европе. То есть она достаточно крупная, она больше, чем Сбер. То есть компания международная, правильно понимаю? Да. В этом был какой-то интерес, именно пойти в международную компанию, или в чём-то другом была ваша мотивация в тот момент? Мне было интересно посмотреть, как выглядит европейский рынок. И, в принципе, все наши кастомеры, все наши клиенты, они именно из Европы. То есть я общаюсь с ними на английском, и мне интересно посмотреть на разнообразный их опыт. И в том числе мне было интересно больше углубиться в исследования. Этот продукт, он для меня изначально был сложный, потому что здесь очень многое связано с разработкой. Очень хорошо говорит. Тут можно, конечно, придираться к чему-то, но я не хочу придираться. Прямо нормально говорит. Они предлагали очень углублённый UX, то есть я действительно могу заниматься исследованиями достаточно глубоко, как мне интересно. Расскажите, может быть, немножко более подробно про именно ресерч, про эту часть исследования. Как вы её проводите, как организован этот процесс? Тут у меня есть два различных продукта, с которыми я работаю, и опыт с ними разный. Один продукт – это новый продукт, который делает компания и хочет завоевать часть рынка. И, соответственно, с ним, вот что интересно по части исследований, я начинала с самого нуля. Мне нужно было пообщаться с потенциальными клиентами и выяснить в основном, какие у них есть job to be done. То есть какие у них есть боли, что они хотят и как мы можем решить это с помощью продукта интерфейса. Я начинала с таких исследований, потом проектировала на их основе прототип, интерфейс, и проводила, соответственно, тестирование этого прототипа. В основном это были интервью, потому что в данном случае у нас ещё нет большой целевой аудитории, и было очень много качественных исследований. И второй продукт, с которым я работаю, это продукт, существующий с 92-го года. Он позволяет управлять серверами, то есть, по сути, это контрольная панель, что-то вроде программы, которая позволяет настраивать всё это. И у неё очень старая аудитория, они консервативные, они привыкли к старому интерфейсу. И тут я работаю с небольшими частями. Я работаю с домашней страничкой, на которую попадают все пользователи, когда только заходят в эту контрольную панель. И в этом случае исследование сложнее. То есть мне сначала нужно выяснить, пользуются ли этой страничкой, и я использую для этого запросы в базу данных, пишу буквально на MySQL, или команда Data Analytics мне помогает. И я выясняю, пользуются ли я её сейчас, насколько активно, выдвигая юпотезу, смогу ли я это улучшить, например, этот опыт. Провожу интервью, чтобы понять, как я могу это улучшить. И, соответственно, после прототипирования провожу количественные исследования, понимая, улучшу ли я этот опыт или нет. Окей, да, спасибо. А вы один в вашей команде дизайнеры, UX UI-дизайнеры, или у вас целый какой-то отдел, вы как-то распределяете задачи? То есть, ну, в целом, расскажите, может быть, про команду, про внутренние процессы, как у вас это организовано. У нас отдел, у нас 5 человек, и у каждого дизайнера есть свои продукты, с которыми он работает больше всего, но мы взаимодействуем и между собой, в том числе есть какие-то общие командные задания. Допустим, сейчас мы работаем над дизайн-системой, проектируем её для всей компании, и хотим, чтобы наши продукты работали на единой дизайн-системе и выглядели как единый бренд. Соответственно, у нас есть Team Lead, который в основном занимается переговорами с руководством. Он понимает, что именно с точки зрения стратегии сейчас важно продуктам. И есть UX-дизайнеры, которые отвечают каждый за свою часть продуктов в компании. Хорошо. А с какими основными инструментами вы сейчас работаете? Ну, на последнем месте, может быть, ну и в целом, ваши там, может быть, любимые инструменты, что используете в работе? Ну, основной инструмент дизайнера – это всегда, в первую очередь, Figma. То есть, постоянно работаю с ней. В том числе был опыт проектирования дизайн-систем. То есть, я считаю, что это вообще один из лучших удобных интерфейсов, которые сейчас создавали именно для дизайнеров. И в том числе есть какой-то набор инструментов для исследований. Допустим, у нас есть панель, которая называется Usability Hub. Там можно делать прототипы и проводить исследования, достаточно разнообразные. Допустим, можно выбрать 5-секундный тест, можно найти полноценный прототип. Очень много различных вариантов. Там мы проектируем прототипы и можем далее либо искать сами респондентов, либо даже покупать их в этой панели. Кроме того, есть какие-то инструменты вроде Typeform, например, где я создаю опросы. Ну и классические, я не знаю, Google Meets, Zoom для интервью с клиентами мы используем. Confluence, Jira, конечно. А есть какие-то вещи, какие-то инструменты, тулы, которые вам хотелось бы применять, но нет там возможности, скажем так, да, либо там какие-то ограничения со стороны компании? Что-то, может быть, хочется изучить, какие-то новые истории? Мне очень интересно работать с искусственным интеллектом. Интересно, что вот он ведет себя как типичный рекрутер из агентства. То есть он не может ей дать информацию о компании, видимо, о вакансии тоже не может. Он пытается про нее выяснить что-нибудь, не давая ей, по сути, никакую информацию. И тут даже довольно сложно перейти в какой-то диалог, потому что он просто спрашивает про нее. Даже не столько в ключе вакансии, а вообще как будто бы. И тут адаптироваться не то чтобы просто. Но мне было бы интересно поработать в том числе и с Миджорни, и с другими современными редакторами. Ну окей, хорошо. Просто да, мне интересно узнать, какие в целом тулы вы готовы использовать, если у нас будут какие-то там, например, проекты. Да, вот он сейчас прям про это говорит, что у нас тут есть какие-то другие проекты, может быть, мы что-то еще можем предложить. То есть такая типичная история от рекрутера из агентства. Да, что касается кейсов и проектов, расскажите, может быть, о каком-то провальном проекте, который у вас был. Ну или там, может быть, какой-то там… Для меня, наверное, самый такой показательный кейс, который я вспоминаю, это когда я устроилась впервые в эту компанию в текущую, мне дали сразу задачу по созданию нового продукта. И продукт был для меня достаточно сложный. То есть это продукт для разработчиков с очень серьезным опытом. Это продукт, к которому нужно подключать сервера, на которых находятся… Вот здесь классно, что она такая спокойно очень говорит про то, что у нее что-то не получилось. Спокойно, без каких-то там надрывов, без долгой паузы, типа, о боже, у меня ничего нету, без паники, что я сейчас скажу что-нибудь не то. То есть она готова, нормально говорит про свои какие-то неудачи. И сам Тона Фуо из того, как она это говорит, уже классно. И моя задача была спроектировать интерфейс. Я его спроектировала по всем техническим требованиям. И вот сейчас я уже понимаю, что моя ошибка была в том, что я в тот момент, у меня еще не было репутации в компании, все эти люди для меня были достаточно новыми, и продукт достаточно техническим сложным. И я не пошла по методологиям, по которым вообще-то все UX-ры обычно работают, по которым я всегда работаю. Это методология, которая говорит, что в первую очередь не нужно учитывать пользовательский опыт, а не те технические детали, которые мне сообщают. И я спроектировала интерфейс, в котором есть таймер, не видно процесса подключения, только через несколько минут. И, соответственно, на первом же тестировании я поняла, что пользователи смотрят на этот таймер и думают, что им нужно ждать 60 минут, чтобы сервер подключился. И это было, очевидно, провалом конкретного интерфейса. Но, собственно, для этого и делаются тестирования. В следующем же прототипе я это исправила. И примерно, наверное, неделю заняло то, что нужно было провести тестирование и еще одну итерацию прототипа сделать. Хорошо, что она цифры дает, да. То есть здесь, наверное, мало опыта изначально было? Нет, немало опыта. Там ошибка, да, а именно потому, что на старте карьера вышла. Это не старт карьеры. Он ее не понял сейчас. Скорее некоторая растерянность, да. То, что новая компания, новые люди и достаточно сложный продукт. Такая совокупность факторов, да, повлияла. Ну, окей, хорошо. А тогда, может быть, расскажете про какой-то, наоборот, более успешный кейс, чем можете похвастаться и какая-то ваша гордость. Ну, пожалуй, самое, наверное, интересное вот из того, с чем я работала, это все-таки из этой же компании, потому что я могу привести конкретные цифры здесь. И это то, что, собственно, вот мне очень нравится в исследованиях. Допустим, мне очень интересно было проектирование нового продукта, который мы создавали. Он создавался с нуля. И практически мы его создали где-то за полгода. Вот они сейчас не поняли друг друга немножко. Он не понял, что она говорила про последний кейс, она не поняла, что он не понял. И, в общем, у рекрутера осталось не совсем то впечатление, которое должно было быть. И это при этом они говорили по-русски. А если бы они говорили по-английски, а если бы еще разные акценты, очень огромный риск потери смыслов. Огромный. Продукт, в общем-то, вот запущен. Релиз состоялся где-то 3 месяца назад. Мы начали уже получать первых пользователей, первые положительные отзывы от них. И объем вот рынка, который мы ожидаем, это где-то 11 миллионов долларов в год. Примерно такие объемы. Сейчас, допустим, одни из наших партнеров – это такие партнеры, как GoDaddy. Ну, то есть это такой очень успешный проект, я так понимаю, будет, судя по всему. Надеюсь, да. Хорошо, окей. Вы упомянули, что проект новый, да, с нуля. Я так понимаю, что вы участвовали в разных проектах. Как вы относитесь, если нужно, например, выполнять задачи, ну, то есть не на новом проекте, да, когда вас там, может быть, приглашают уже на текущий проект, либо когда там, ну, не знаю, это может быть новая компания, либо новая команда и так далее, когда нужно присоединиться, там, может быть, оценить что-то и что-то переделать. Насколько вам комфортно, да, вот, работать на таких проектах? Потому что я знаю, что некоторые хотят только делать свое, только с нуля по возможности. Но вот как вам в этой ситуации? Нет, я чувствую себя довольно комфортно. Единственное, что здесь чуть-чуть меняется методология, то есть вместо исследований, которые нужно глобально проводить перед созданием нового продукта, здесь проводятся исследования уже текущей аудитории. И на самом деле для меня это даже комфортнее. Потому что если на продукте уже есть какая-то статистика, я могу ее посмотреть, если у вас уже есть аудитория, я могу с ней поговорить, то это сильно облегчает работу. И единственное, что есть некоторые особенности, которые я обычно учитываю при работе с такими продуктами, что все новые фичи, которые внедряются, все новые изменения, они должны уже учитывать текущее мнение аудитории. Окей. Ну, то есть в целом вы готовы как к новым проектам, так и присоединиться уже к текущим, да, к каким-то задачам. Для вас в целом это не является чем-то критичным. Хорошо, если говорить про приоритизацию, да, наверное, задач, ну, наверняка там и в Зубере, да, была такая многозадачность, да, как это бывает часто в больших компаниях, может быть, на текущем месте. У вас есть какие-то принципы приоритизации, вот если несколько там разных тасок, разного уровня и так далее, как вы их приоритизируете, оцениваете, ну, в целом, да, как вы строите вот эту работу? Есть, может быть, какой-то подход, там, именно ваш? Если речь идёт про фичу продукта, здесь всё очень просто. Обычно оценивается объём аудитории, который задействован. Допустим, что вот это изменение повлияет на 100 тысяч человек. И если, соответственно, объём этой аудитории больше и проблема серьёзнее, например, опросы нам показали, что много людей беспокоены, их эта проблема действительно тревожит с этой фичой, то мы берём это в приоритет. Если, например, я понимаю, что аудитория меньше и проблема не настолько критична, что пользователи отвечают вопросе, что, ну, в принципе, и так можно жить, то приоритет, соответственно, меньше. И плюс есть какие-то отдельные вещи, например, если маркетингу обязательно нужно подготовиться к некой конференции, чтобы создать MVP или что-то ещё, это обычно имеет максимальный приоритет перед фичами, которые могут подождать. А был какой-то опыт негативный, вот когда вы были, например, тем лидом, ну, может быть, не только тем лидом, какие-то, ну, не знаю, там, токсичные коллеги, токсичные подчинённые, может быть, сложные руководители, менеджеры, да, с кем было сложно выстроить какую-то коммуникацию. Ну, любые такие вещи, да, именно, наверное, коммуникативного характера я больше, наверное, назвал, да, нежели там технического кого-то, с которым приходилось сталкиваться и как в итоге решали эти проблемы. В опыте тем лидом ничего такого не было, там была прекрасная команда, но вот в продукте в Сбере, в котором я работала самым первым, когда туда пришла, там была интересная стратегия, а задачи ставились в основном владельцам продукта, а владелец продукта предпочитал ставить задачи необычным образом, допустим, он предпочитал свой опыт, нежели опыт пользователей. И иногда было не очень понятно, почему он принимает те или иные решения, для меня это немного сложно. То есть мне очень важно понимать, в чем суть задачи и что мы сейчас сделаем. Допустим, если ко мне придут и спросят, давай ты перекроешь красную кнопку в зеленую, я докопаюсь и спрошу, а вы уверены, что ее нужно красить, а чего мы этим добьемся, мы конверсию хотим понять, а точно ли нам подойдет зеленый цвет. Собственно, поэтому решением было это остаться в компании, но там есть возможность поменять продукт, и, соответственно, пришел в команду другой дизайнер, которому это больше подходило, я ушла на другой продукт, который мне больше подходил. То есть без конфликтов так решили проблемы. То есть там такой некий авторитарный стиль, да, то есть я вот сказал, я считаю, это необходимо, и делайте, да, то есть без каких-то там обоснований, да, объяснений. Соответственно, это для вас некомфортно, ну, в принципе, это понятно, да, потому что это решение одного человека, без каких-то исследований. Вы сейчас, я так понимаю, ну, у вас позиция как сеньор, да, и я так понимаю, что вы сейчас не в активном поиске, да, насколько я понимаю, то есть мы говорили, да, что потенциально, возможно, там будете менять, ну, вот мы общаемся, может быть, на перспективу, но окей, а если будете, да, менять работу, все-таки вам ближе что? Быть там сеньор каким-то опытным, ну, там, рядовым, скажем, специалистом, не рядом, не менеджером, или все-таки вы готовы рассмотреть какие-то варианты менеджерских позиций, руководящих? Это потенциально мне интересно, но все сильно зависит от компании. Наверное, если бы я соглашалась на позицию лида, то это была бы не крупная международная компания, где понятно, что 100% времени будет заниматься именно менеджерские задачи, а чуть более маленький продукт, где от моих решений действительно будет что-то зависеть, то есть я смогу проявлять какую-то инициативу как лид и в том числе руководить, допустим, небольшой командой и работать как ментором мне было бы, конечно, очень интересно. То есть я скорее бы выбирала более маленькую компанию или какой-то конкретный один продукт. Окей. А если говорить про потенциальные, там, наверное, локации, вот если вы все-таки будете рассматривать активный поиск, вы хотели бы остаться в Болгарии, да? Олег продолжил задавать Веронике набор стандартных рекрутерских вопросов. Ну, например, предпочитает ли она работать в команде или одна, что ей не нравится в компании, где она сейчас работает, и чего бы она хотела. И вот, на мой взгляд, если Олег решит в результате разговора добавить резюме Вероники в свою базу агентства, то это будет хороший ток интервью, потому что мы же тренировочное делаем собеседование, это нереальная вакансия. Поэтому если Олег решит, что Вероника классный кандидат, который достойно быть в базе, чтобы он дальше, например, мог ее промоучить на другие вакансии, это классно. Так, а теперь, друзья, у меня есть небольшое, но очень важное объявление. Смотрите, у студии Либо-Либо, которая выпускает этот подкаст, скоро стартует новый поток курса «Как делать разговорные подкасты». Как устроен этот курс? На лекциях студентам рассказывают обо всем цикле создания подкаста. От идеи и разработки темы до записи, монтажа и монетизации. А на практикумах и домашних заданиях вы сможете поработать над собственной идеей вместе с редакторами и продюсерами студии. Курс начинается 8 ноября и продлится 5 недель. Это последний поток в этом году. Так что успейте пройти обучение и запустите свой подкаст уже в 2024. Подробности о тарифах курса вы можете узнать по ссылке в описании. Давайте поговорим. Вероника, как, на твой взгляд, вообще всё прошло? Ну, в целом мне показалось, что хорошо. Единственное, что меня смутило, вот мы с тобой говорили про то, что нужны кейсы с цифрами, я их даже подготовила, и либо у меня не получилось их правильно поднести, либо, насколько я поняла, вопросы были более абстрактными, чем я ожидала, наверное. Хорошо. Олег, что ты скажешь? Мы про этот вопрос, про цифры, мы тогда тоже обсудим. Как тебе? Что думаешь про кандидат? Отправил бы резюме? Сохранил ли в базе? Расскажи. Да-да-да. Нет, 100% мне кажется, всё хорошо. 100% бы отправил. Но я не увидел, как минимум, каких-то red flags, каких-то неадекватных. А на что ты копал? На что ты смотрел вообще? Слушай, ну, на самом деле, это же не техническое собеседование, да? То есть я там не портфолио анализировал, да, как это там часто бывает и так далее. То есть мне важно было здесь, наверное, скорее там софт-скиллы, какая-то коммуникация, там, ну, адекватность в целом, мотивация, да, понять вообще, на что человек смотрит, что мы можем предложить ему и вообще насколько там есть смысл, да, что-то предлагать может быть и нет. Понятно, что какая-то техническая там база, да, я там поспрашивал какие-то там вещи там, типа инструменты и так далее, но я же их не проверял, да, то есть я, честно говоря, ну, то есть мне что сказали, то как бы, честно говоря, на этом этапе это скорее там галочки там, окей, с этим работал, с этим работал, просто прочекал и всё. В целом я не увидел каких-то вот прям проблем. А ты коммуникацию смотрел, потому что тебе нужно было понимать вообще, справится ли человек с высоким уровнем самостоятельности, да, когда нужно будет коммуницировать и решать вопросы в среде? Ну, отчасти да. Плюс, ну, любой сотрудник, он должен вписаться в коллектив, ну, как минимум там, в какую-то небольшую команду даже, если там. На этой позиции, наверное, нам более, да, немножко более высокий уровень, наверное, нужен, то есть такой более высокий уровень самостоятельности, насколько может человек решать какие-то вопросы там, в том числе, там, с продакт-менеджерами, либо даже с клиентами, честно говоря, потому что здесь такая позиция, она более такая даже, здесь даже не сеньорная, такой какой-то он принципал, наверное, должен быть. Ну вот, но, соответственно, да, в целом, как бы вот насколько человек на всех уровнях может коммуницировать с коллегами, там, опять же, насколько человек готов там открыт помогать, да, там, если будут какие-то ребята, там, менторинг, да, это очень важно, да, и так далее. То есть, скорее вот в эту сторону. Ну вот ты прям задавал вопросы про проблемную, какой-то про фейл ты задавал вопросы, ты по-другому задал, но по сути про проблемную какую-то вещь. Да, но это скорее мне было понятно, ну, не хотелось не сам фейл услышать, что человек там не умеет что-то делать, понятно, что это по-другому надо проверять, да, что он умеет, а проверить на адекватность, то есть насколько человек понял, что это был фейл, как он, может быть, с этой ошибкой справился сейчас. Ну, естественно, успешный кейс тоже по-разному. Мне тут, может быть, немножко сложнее. Я понял, что это успешный кейс классный, там, судя по миллиону долларов, что-то такое было. Но мне сложно понять, насколько он классный. Цифры, цифры. Нет, цифры – это важно. То есть, на самом деле, цифры. Я, опять же, не стал там прям копать, что я что-то там могу не знать, не понимать, ну, там, чтобы не выглядеть странно. Но это важно. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я хочу тоже кое-что подсветить. Вероника, ты, правда, хорошо говоришь. Я тебе это говорила еще на предварительном нашем с тобой созвоне. Вот ты спокойна, ты уверена, ты готовишься. О, кстати, Олег, вот еще вопрос тебе. Ты вначале где-то упомянул, что там, ну, было видно, что подготовленный кандидат. Тебе норм, что кандидат подготовленный, что у нее вот прям все гладко, все? Просто некоторые кандидаты такие, а вдруг будет понятно, что я готовлюсь? Ну, Вероника не с листа читала, да? То есть, это было достаточно натурально. Мне было немножко, как сказать, не то, что скучно, но мне было обычно не так, не готовиться так к собеседованию. Приходится вытаскивать, да? Да-да-да, обычно приходится задавать вопросы, и там как-то народ начинает немножко нервничать, да, и там легче, на самом деле, ловить на какие-то нюансики, которые могут всплывать. Тут как бы тебе вроде дали ответ, ну, ты такой, ну, окей, вроде я все получил. Зачем? Зачем я буду еще там на чем-то ловить, да? Вроде как, ну, понятно, что там прикопаться-то можно к всему. И здесь я, наверное, все-таки рекомендовал бы готовиться в этом плане. Ну, насколько это возможно? Понятно, что... Супер. Это было важно, да, услышать, что там ты одобряешь. Но у меня есть кое-что, Вероника, для тебя все-таки. Значит, такой момент был. Смотри, помнишь, там в самом начале Олег оценил твою текущую компанию как небольшую? Ну, типа, не такая же большая, как Сбер. Ты его поправила, что большая компания. На мой взгляд, тут, Олег, поправь, если я ошиблась, но на мой взгляд, Вероника сделала достаточно корректно. То есть она спокойно не согласилась, говорит, ну, вообще-то нет. Вот компания такая дала перспективу, людей больше, там, большая международная компания. Вот. Это был момент, когда возможный миссендестендинг ты купировала, потому что, очевидно, к тебе пришел интервьюер с предположением, что твоя компания маленькая. И это уже как бы такое как бы плита, которая лежала. Но ты, оп, увидел вот эту историю и, значит, переработал. Это классно было. Но потом был момент, когда Олег не понял, что твой пример про фейл, он касался твоей текущей компании. Это прям заметно. Мне было как наблюдателю со стороны. То есть Олег сказал, что, ну, это, типа, вот, наверное, это твой пример был из начала карьеры. Да, это было-то вначале было, да. Да. Ты не поправила его. И я думаю, что ты это не заметила сама. Потому что, ну, как бы, возможно, у нас была проблема со связью. Может быть, что-то еще было. Ну, там, задержка какая-то бывает. Я не к тому, что тебе сейчас хочу сказать, что, о, как ужасно, что не заметила. Я хочу вот что сказать, что если ты идешь на глобал рынок, вот смотри, после Олега у тебя был бы, Олег бы, скорее всего, порекомендовал бы, и вполне вероятно, что у тебя было бы следующее собеседование с каким-нибудь человеком из этой компании на английском, но с каким-нибудь странным акцентом связь была бы хреновая. И здесь, знаешь, что важно очень, как бы, и потеря коммуникации могла бы быть серьезная. Ну, то есть поняла ли бы ты акцент, поняла ли бы правильно человек тебя. Вот. Это вообще отдельный навык проходить собеседование на международном рынке с учетом мультикультурных акцентов. Поэтому я тебе очень рекомендую прям заняться, если ты планируешь, а ты говорил, что планируешь, прям заняться моками на английском с разными акцентами. Это самое важное. Потому что ты спокойно, все окей, там ты как раз человек, который готовится. Но вот сколько примеров, и я тоже тебе как рекрутер из практики могу сказать, что примеров, когда из-за недостаточных вот этих вот нюансов, потери связи, потери каких-то сигналов, интервьюер думал, да, там какая-то фигня. Ты такой, в смысле фигня? Вы чего? Смотрите, что человек делает. Он говорит, а он вообще так про себя не сказал. И они просто не поняли друг друга. И это может быть сложности. Даже вот мы, люди, на одном языке говорящие, вот есть какая-то потеря коммуникации. Да, спасибо за совет. У меня тут есть преимущество, что у меня клиенты сейчас из разных стран. Вот я скажу, самый худший для меня акцент это австралийский. Я его как-то плоховато прям понимаю. Но с британским я разобралась. Я смотрела сериалы на британском, сейчас их понимаю хорошо. Класс. Я, Вероника, не знаю, может быть, ты, конечно, ждала, что мы тебя тут прожарим и скажем, все ужасное, надо что-то еще делать невероятно много. Но кажется, что все хорошо, и ты делаешь все базово правильно. И вот, и как кандидат, ты ок. И я бы тоже добавила бы тебя в свою базу и рекомендовала бы. Если вам по какой-то причине мало наших подкастов, то, во-первых, хочу напомнить, что полные версии вы можете послушать по подписке либо-либо плюс в Телеграме или в Эбл-подкастах. Но кроме того, там же есть еще бонусные летние эпизоды, где я брала интервью, но не у кандидатов, а у ведущих подкастов либо-либо. Я поговорила с Аксеновым Андреем из «Заката империи», с Уксой Красильниковой из «Никакого правильно», с Саматом Галимовым из «Запуска завтра», Ильей Красильщиком из «Два по цене одного» и Юрой Сопрыкиным из «Сперва ради». И с каждым из них я поговорила про то, как же они стали тем, кем стали. Вообще вот про их карьерный путь. Это был очень интересный разговор, и я супер рекомендую послушать. Вот то, что мы сейчас слышали, это типичное рекрутерское интервью, когда рекрутер не может, к сожалению, например, из-за отсутствия необходимого контекста провести экспертное интервью. Ну, то есть у рекрутера у самого очень мало вводных, ему их, скорее всего, не дали. Вот что есть вакансии, то он и оценивает. И здесь рекрутер может быть сколько угодно экспертным, но работает он немножко. С одной стороны, как чат GPT, мэтчит, а есть у тебя в опыте то, что есть вакансии или нет. А с другой стороны, он базово оценивает кандидата на условные риски для работодателя, то, что я иногда называю красными и зелеными флагами. То есть конфликтен человек или нет. А чего он хочет? А как он в командной работе? А как он со сложными задачами справляется? А что ему на самом деле интересно? Понимает ли он то, что нужно бизнесу? Умеет ли он работать на результат? И вот все вопросы, которые задавал Олег, они про это скорее. И здесь можно... Ну, во-первых, не можно. А здесь, конечно же, если у вас такая история, когда вас рекрутер спрашивает очень обобщенно, без погружения в конкретику, вам нужно помнить, что вам нужно отвечать все-таки не совсем обобщенно, а давать примеры конкретной кейсы, как, собственно, и делала наша кандидатка. Это классно. Я бы очень хотела отметить, что Вероника спокойная была все интервью, уверенная. Конечно же, вот этот кейс Вероники, что она до этого, у нее был большой опыт самопрезентации благодаря фрилансу, и она умеет это делать. И обратите внимание, что Вероника еще за два года начала готовиться до поиска новой работы. И оцените, насколько круто работает тренировки. Ну, то есть вот как бы небо и земля. Человек спокойно и уверенно, четко и понятно рассказывает про себя, про свой опыт, потому что он это сделал уже десятки раз. Не ждите, что вы точно так же сможете это сделать с мороза. Тренируйтесь. Ну, то есть есть МОК-интервью, есть тренировочные собеседования. На моем курсе, например, мы делаем обязательными несколько форматов разных МОК-интервью, чтобы вы потренировали и самопрезентацию, и кейсы, и ответы на те самые типичные вопросы рекрутера. Без практики вы будете звучать в стрессе, слабее, чем вы являетесь на самом деле. Это такая реальность. Поэтому, пожалуйста, практикуйтесь. Теперь хочу обратиться к тем, кто прямо сейчас ищет работу или планирует ее искать в ближайшее какое-то время. Вам будет полезно знать, что у меня есть курс. Он называется Hello New Job. Он как раз нацелен на то, чтобы дать вам все инструменты эффективного поиска работы, настроить вашу систему поиска в современных реалиях. Если вы ищете работу в России, в США, в Европе, то мой курс для вас. Он устроен как практикум, как интенсив. Вы там получаете и инструменты, и практические навыки. Каждый навык, который вам нужен как кандидат, вы там тренируете столько, сколько нужно. А если вам прямо сейчас нужно откликаться уже на вакансии, то я рекомендую вам сходить на наш сайт hellonewjob.org, найти там слова 500 международных компаний, оставить почту, и вы получите список из 500 международных компаний с восточноевропейскими корнями. Этот список мы делаем сами руками, и в такие компании подчас бывает устроиться проще, чем сразу целиться в международные. Это был подкаст студии Либалиба. Партнеры этого сезона Авито над выпуском работали продюсер Даниил Остапов, редактор Каполина Агаркова, звукорежиссер Алексей Воробьев и я Кира Кузьменко. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok